Хоба! Что это у нас тут? А у нас тут картонная коробка. Обожаю картонные коробки, знаете почему? Потому что в них всегда есть что-нибудь интересное. Очень интересное. И в этой интересной коробке есть другая, не менее интересная коробка. Новенький планшет, да ещё и непростой. У Хайонной раньше были клёвые арты на коробках, но помимо сочного грифона, ты ведь грифон? А? Помимо сочного графона, тут есть да более знакомый логотип и даже какие-то уроки. Если вы ещё не в теме, этот планшет совместная инициатива одной из самых крутых и крупных фириж-школ и, пожалуй, лучшего бренда по графическим планшетам в России. Что может получиться, если школа, выпустившая более 8000 успешных студентов и бренд, делающий очень качественные планшеты, объединятся? А может получиться ответ на извечный вопрос – какой планшет выбрать новичку? У меня нет слов. Это просто лютейшая смесь того, что необходимо каждому художнику, и при этом он не нагружен лишними деталями и функциями, которые повышали бы его стоимость. А ещё меня придёт, что он таких же цветов, как тема моего канала. Это знак. Может, я наконец-то стану художником? Правда, из-за этого он больше похож на игрушечный, но внешность бывает очень обманчива. Во-первых, здесь более чем достаточно рабочей области. Нет, серьёзно, её хватит даже для размашистых штрихов, а основной рабочий квадрат у вас будет примерно вот такой. Во-вторых, тут есть крутилка, и она на минуточку сенсорная. Также тут присутствует 12 настраиваемых кнопок. Я не фанат кнопок на планшете, вы это знаете, но их наличие меня всё равно радует, потому что порой я ими пользуюсь, и это удобно для таких ленивцев, как я. А ещё тут есть 16 софт-клавиш, что тоже спорный для меня момент, но если грамотно их организовать, то вы будете очень рады, что они у вас есть. Давай-ка посмотрим на перо. Пока что самым удобным и почти идеальным пером для меня является пропен от вакуума, а хайон – их самый прямой и опасный конкурент. И раз у меня под рукой и то, и другое, грех их не сравнить. Перо хайона легче и немного длиннее. Из-за этого воспринимается чуть менее серьёзно, но лежит в руке не менее приятно. Каких-то 2 грамма разницы, а ощущаются они совсем по-разному. Да, тут нет ластика, но за 2 года я ни разу не воспользовался. И вообще сомневаюсь, что он пользуется популярностью. В общем, единственное, в чём пивистоп проиграл пропену второму, так это мягкостью кнопок. Кнопки на пропене нажимаются с легчайшего касания, и при этом не нажимаются сами по себе в неподходящий момент. Пивистоп кнопки надо прям нажимать. Возможно, со временем они станут мягче, но что, скорее всего, и произойдёт. Но это всё не так важно. Гораздо важнее то, что это пёрышко имеет чувствительность к наклону. Его не надо заряжать, искать к нему батарейки и делать другие непристойные для него вещи. Оно классно лежит в руке, им классно рисовать, и оно не просит кушать. Чего вам ещё надо? А нам надо ещё партию дополнительных стержней, пожалуйста. Их тут аж 8 штук, а 9-ый уже торчит в стилусе. В роли пинцета хорошо справляется вот эта донышко. Как долго они будут стираться, я пока не могу сказать. Сильно зависит от того, как много вы будете рисовать, и как сильно будете давить им на планшет. Но на пару лет вам их точно хватит. А что насчёт ощущений от рисования? Если вам нравится ощущение от рисования карандашом или ручкой по листу бумаги, лежащим на столе, то вам определённо понравится ощущение от рисования на этом планшете. Она не мягкая, не стеклянная и даже не пластиковая. Как будто я рисую ручкой по школьной партии, но за это я хотя бы не отхвачиваю леща от препода. Несмотря на относительную жёсткость, перо не царапает поверхность планшета, с чем я частенько сталкивался у других брендов. В общем, мне всё нравится. Так, у меня подарочек тут лежит. Хе-хе, знаете что это? А это переходнички для мобильных устройств. Как насчёт подключить его к смартфону? Я, конечно, не сильно представляю себя в поездке с таким планшетом, потому что если уж я беру большой планшет, то я возьму и хотя бы ноутбук. И как бы зачем мне тогда смартфон? Поэтому мой выбор упал бы на что-то менее габаритное. Но фиг с ними с поездками. Предположим, у вас навернулся ПК или ноутбук в самый неподходящий момент. А у вас горят дедлайны. И поверьте мне, это случается всегда очень не вовремя. И это, блин, действительно случается. Так вот, почему бы не закончить рисунок на смартфоне? Нет, ну ситуаций может быть много. Старший брат забрал комп, а ты очень хочешь порисовать. Или ты настолько ленивый, что тебе проще подрубиться к смартфону, чем ползти к ПК. В общем, иметь возможность рисовать с планшета на смартфоне, это круто. Одобряю. Я долго думал, для кого же этот планшет. Для новичка или для профи. Для кого из них он будет идеальным выбором. Если вы совсем новичок и хотите только попробовать, боитесь, что забросите, то у того же Хаян есть более простые, дешевые, но не менее качественные модели. Однако их цена не сильно отличается от этой модели, а она-то однозначно лучше. Но, если вы уверены, что творчество это прям ваше, если вы любите рисовать или лепите с цифровой глиной, если вы хотите зарабатывать этим на жизнь, если вы твердо решили научиться рисовать, то этот планшет точно ваш выбор. Если вы хотите себе такую планшет, переходите по ссылочке в описании. А также вы можете приобрести конкретно этот экземпляр с моим автографом. Мне ведь уже можно давать автографа? Почти 200 тысяч аудитории, 13 миллионов просмотров. Ой, я еще стикеры положу. Ну а помимо Хайон, в вашем стремлении научиться рисовать, вам всегда будут рады помочь, свернов скул. Это не просто еще одна крупная контора с курсами, это настоящая кузница кадров. Только вдумайтесь, более 8 тысяч студентов, часть которых работает за рубежом. Здесь учат не только студентов, но и преподавателей. Потому что далеко не каждый художник с классными артами способен научить, передать свои знания. Здесь не просто менторы, не просто профессионалы, которые зарабатывают творчеством на жизнь. Здесь люди, которые реально этим живут. Которые горят своей профессией и любят ее. И они готовы научить вас всему, что знают. Все их курсы дополняют друг друга, образуя единую структуру, как киновселенная Марвел. И на одном из таких курсов мы с вами можем увидеться. А с тобой как всегда был Арталаский. Ставь лайк, подписывайся, блин. А с тобой как всегда был Арталаский. Подписывайся, ставь лайк и до скорых видео. А я успел. Хер тебе. Я все записал. Падла.